Дорогие слушатели, хочу вас познакомить с нашими сказками. Поверьте мне, все доброе всегда, где мы находим в сказках. А в сказки нужно верить, обязательно. Мне 40, и я до сих пор верю в сказки. Верьте и вы. И начинаем сказку, которая называется «Ахвай». Почему «Ахвай»? Ну, мы скоро это сами поймем с вами. Жил да был в небольшом селении вблизи города Гюль-Махал мужик по имени Шафтан. И была у него жена Гюль-Хар. Шафтан был пастухом, а жена его хозяйством занималась. И вот как водится, забеременела Гюль-Хар и родила неописуемо красивого сына. Назвали его Ханоглан. Рос и достиг 18 лет. Как-то раз пошел Ханоглан прогуляться по городу Гюль-Махар и увидел дворец Шаха Гани, правитель этого города, в окне дворца дочь Шаха Пюстаханам. Разодетый в пух и прах. Красавица такая. Что глаз не отвести? Не мудрено, что Ханоглан влюбился в нее без памяти. Вернулся юноша домой, рассказал обо всем отцу и попросил, чтобы тот сосватал для него дочь Шаха. Шахтан ответил. «Сынок, мы с тобой пастухи. Пасем чужие стадо, живем впроголодь. Не отдаст Шах за тебя свою дочь». Отец, сходи на сватовство, посмотрим, что они ответят. А тогда уж будем думать, как нам поступить, сказал Ханоглан. Отговаривали его родители, но парень стоял на своем. И вынужден был отец идти свататься. Пришел во дворец, привели его к Шаху. Тот выслушал и спросил. «А чем же твой сын занимается? Есть ли у него какая-то профессия?» «Нет, повелитель», – ответил ему Шахтан. «Так дело не пойдет», – сказал тогда Шах. «Не могу я отдать свою дочь за бездельника». Шахтан вернулся домой и пересказал сыну, как все было. Ханоглан огорчился и в то же время обрадовался. Попросил он отца. «Давай пойдем в город Бондар, что неподалеку. Там-то отдай меня учиться какому-нибудь ремеслу. Может, повезет мне. Обрету хорошую профессию и вас из этой бедности вытащу. И своей цели достигну». Очень понравилось отцу столь мудрое решение сына. И пошли они вдвоем в Бондар. Шли они долго. Совсем из сил выбились. Сели на обочине дороги и стали вздыхать от усталости. Ахвай, Ахвай. И пусть они пока сидят так. А я расскажу вам об Ахвае. Ахвай был колдуном и магом. Настолько искусным, что второго такого во всем мире не сыскать. Умел он принимать разные обличия. То в человека превратится, то в зверя лесного. Заморочит таким образом голову людям и выводит у них деньги. Или хитростью заманивал случайного путника к себе в жилище и заставлял работать на себя. Пока человек этот не обучится колдовству. А как только обучится, Ахвай его убивал. А жил он в подземном доме со своей дочкой Сюзан. И находился этот дом под тем самым местом, где уселись Шафтан и Ханоглан. Услышал Ахвай, как вздыхает отец сыном. Вышел к ним и спрашивает. Зачем вы меня звали? Стали они клясться, что не звали его. А зачем тогда говорили Ахвай? Меня так зовут, сказал колдун. Шафтан объяснил. Уважаемый, в наших краях традиция такая. Если дела идут плохо или устал сильно, вздыхаешь и приговариваешь. Ахвай. Ну ладно, сказал Ахвай. А теперь скажите, кто вы такие и куда путь держите? Шафтан поведал ему все как есть. Тогда Ахвай говорит, не переживайте. Это очень хорошо, что мы с вами встретились. Я всякими ремеслами владею. И других им обучаю. Если хочешь, оставуй меня сына. Пусть поучится. Будет у него хорошая профессия. Согласились они. А Ахвай продолжал. Ну тогда возвращайся спокойно назад. А сын твой пусть здесь остается. За три года обучу я его, чему следует. А по истечению срока приходи на это самое место. Скажи Ахвай. Я предстану перед тобой. Попрощался Шафтан с ними и вернулся домой. Ахвай же подумал про себя. Пусть поработает на меня парень года три. А там уж видно будет. Если обучится колдовству, убью его. Если не обучится, верну отцу. С этой мыслью отвел он Хану Глана к себе в дом. Увидела Сюзан, что отец вернулся не один, а с прекрасным юношей. Пожалела она его и решила, что должна во что бы ни стала спасти парня. С того самого дня стал Ахвай обучать Хану Глана колдовству. Как-то раз ушел он по своим делам, и Хану Глана с Сюзан остались дома одни. Девушка начала расспрашивать его, как он тут оказался и зачем. Поведал ей Хану Глана, что привело его сюда. А она, в свою очередь, раскрыла ему все секреты отца. Не поверил юноша и воскликнул. Как же можно быть таким злодеем? Разве ж такое возможно? Еще как возможно, сказала Сюзан. Если не веришь, пошли со мной, я тебе кое-что покажу. Отвела она его в особую комнату, где Ахвай убивал своих жертв. И увидел Хану Глана, что комната эта полным-полно трупами. Испугался он и спросил. Но что же мне сделать, чтобы вырваться из лап этого палача? Да еще и колдовству обучиться. Сюзан посоветовала. Спастись ты можешь только хитростью. Всякий раз, когда он будет спрашивать тебя, обучился ли ты уже магии, отвечай отрицательно, нет. Мол, ничего не усвоил. Может быть, таким способом удастся тебе продержаться три года и уйти домой. Потом они и порешили. А тут как раз Ахвай вернулся и спрашивает. Сынок, скажи-ка, что ты усвоил из того, чему я учил тебя все эти дни? А работу, которую я тебе поручал, выполнил? Ахану Глан отвечает, как советовала Сюзан. Мастер, работу я сделал. Но из того, чему ты меня учил, ничего не понял. Ахвай притворился огорченным, но на самом деле был очень доволен и продолжил давать парню разную работу. Прошло три года. Ихану Глан в совершенстве овладел колдовством. Но когда Ахвай спрашивал его об этом, он говорил, что ничего не умеет. И вот назначенный срок, Шафтан пришел за сыном. Позвал он Ахвая, и тот предстал перед ним вместе с юношей. Слушай, мужик, сын твой оказался редкостным, тугодуман. За эти три года ничему так и не научился. Зря только я старался. Аж стыдно даже перед тобой. Ну что ж поделать, ответил Шафтан. Спасибо тебе большое. Не каждому дано быть сообразительным. Если он ничему не научился, ему же хуже. Ничего, будь пастухом, как я. Уже-то хорошо, что он опять со мной. На то мы разошлись. Вернули Шафтан сыном к себе домой. Там Хану Глан рассказал родителям все, что произошло с ним за эти годы. Очень они обрадовались, что, несмотря на такие трудности и злоключения, сын все же кое-чему обучился. Но Хану Глан добавил. Погодите, настоящая радость еще впереди. Слушай, отец, теперь ты должен выполнить все, что я скажу. И вскоре мы разбогатеем. Сейчас я прочту заклинание и превращусь в быка. Отведешь меня на базар и продашь. Только веревку не продавай. А уже к вечеру я опять буду дома. Все сделаю, сказал Шафтан. Прочел Хану Глан заклинание и превратился в быка с привязанной к рогу веревкой. Отец взял за эту веревку, повел его на базар. И продал там по самой высокой цене. А веревку забрал с собой. А покупатель отвел быка к себе и запустил в хлев. И как только он удалился, Хану Глан опять превратился в человека и вернулся в отче дом. Восхитились родители тем, каким искусным магом стал сын. Аж не верилось им, что это их родной отпрыск. Хану Глан был очень доволен и пообещал родителям, что на завтра вновь повторит свой трюк. И так юноша каждый день превращался в какое-то животное. Отец продавал его на базаре за большие деньги. А к вечеру парень возвращался назад. Таким образом они разбогатели. Шафтан перестал быть пастухом, разоделся как купец. И сделался уважаемым человеком. И вот однажды Хану Глан, как всегда, прочел заклинание, превратился в ельблюдо. И предупредил отца. Будь внимателен, не отдавай покупателю мою издечку. Пошел Шафтан продавать верблюдо. И как назло, в тот самый день Ахвай, прикинувшись погонщиком, тоже пошел прогуляться по базару. Увидел он своего старого знакомого. Пригляделся к животному и все понял. Купил и собрался увезти, но Шафтан остановил его. Нет, братец, уздечка не продается. Вот еще. Воспротивился Ахвай. Нельзя снимать уздечку с купленного животного. Иначе не видать от него добра. В наших краях не принято продавать уздечку. Продолжал спорить Шафтан. Тут Ахвай заорал на весь базар. Люди добрые. Где же это видано, чтобы с проданного верблюда уздечку снимали? Да я заплачу ему сколько угодно, но узду не отдам. Столпился вокруг народ. Стали поддерживать Ахвая. Да, говорили люди в один голос. В самом деле не бывает такого. Пришлось Шафтану согласиться и отдать уздечку. А колдун отвел верблюда в свое подземное жилище. Сюзан издали распознала в этом животном Хануглана. И спрятала все имевшиеся в доме ножи. Ахвай отдал дочери уздечку. А сам ушел искать нож, чтобы убить юношу. Сюзан сразу же воспользовалась случаем. Отпустила узду. И Хануглам быстро прочитав заклинание превратился в птицу. Вылетел он из подземелья. Полетел прямиком в Шахский дворец. И уселся на плечо Шаху Гани. А тем временем Ахвай, отыскав наконец нож, вернулся и увидел, что нет верблюда. Рассердился он. Стал допытываться у дочери, куда делось животное. Это отвечает, что верблюд, мол, превратился вдруг в птицу. И улетел в сторону дворца. Услышав это, колдун принял обличие дервиша. Пошел к дворцу. Раскинул перед ним шатер. И уселся внутри. Узнав об этом, Шах позвал дервиша к себе. Что тебе надо, дедушка дервиш? Спросил Шах. Может, просьба какая есть? Ахвай ответил. О, светлящий, отдай мне птицу, сидящую у тебя на плече. А больше никаких просьб я не имею. Не понравилось это Шаху. Но послушай, это ведь птица власти. Нельзя ее отдавать никому. Кроме власти мущих, возразил он. Тогда колдун перешел к угрозам. Знаешь же, Шах, что если не отдашь мне эту птицу, я буду проклинать тебя до тех пор, пока не потеряешь ты свой престол. Перепугался Шах. Хотел было отдать птицу. Но в этот момент она превратилась в миску с пшеном и рассыпалась по полу. В ответ на это Ахвай превратился в курицу с цыплятами. Стали они колебать это пшено. Кроме одного единственного зернышка, которое закатилось под трон. Это самое зернышко превратилось в лисицу. Лисица набросилась на курицу и цыплят и убила их. После всего этого Хануглан вновь принял человеческий образ. Шах и придворные были поражены до глубины души. С трудом вымелывал правитель. Что это было? Объясни. Хануглан сказал. Да здравствует, Шах. Прикажи, чтобы все жители города собрались здесь. Тогда я расскажу все. В чем тут дело? Сказано, сделано. Отдал Шах приказ. И вскоре уже все жители города, его окрестностей, включая и родители Хануглана, собрались во дворце. И поведал им юноша всю историю от начала и до конца. А когда закончил, все в один голос хвалили его за смелость и находчивость. В конце концов Шахгани вымолвил. Ну что ж, сынок. Раз ты с таким трудом и столькими опасностями освоил колдовство, то я отдам за тебя свою единственную дочку. Пестуханум. Хануглан полнит перед Шахом и сказал. Благодарю тебя, правитель. Только позволь мне поставить одно условие. Говори свое условие. Выполню, пообещал Шах. Юноша рассказал ему о Сюзан, дочери Ахвая. О том, как она помогла ему, спасла от гибели. И что теперь она осталась совсем одна в подземелье. Выслушал Шах и принял решение. Возьми несколько человек из моей свиты, отправляйся в то подземелье и приведи сюда Сюзан. Если понравится она моему сыну Рахману, выйдет за него замуж. Так они сделали. Привел Хануглан девушку во дворец. Увидел ее, Шах, и понял, что девушка эта и правда достойна быть женой царевича. Попросил он свою дочь нарядить Сюзан, украсить ее и отправить погулять в сад, что растет за городской стеной. А сын Падишаха Рахман уже 40 дней был на охоте в горах. И вот возвращается он с богатой добычей, подъезжает к городу и тут, почувствовав сильную усталость, решил передохнуть в саду. Пока свита его была занята конями, царевич пошел гулять в колодцу, чтобы умыться. А в это самое время Сюзан тоже находилась у того самого колодца. Увидел ее царевич и обомлел. Стоит перед ним красавица несказанная, стройная, как кипарис. Кожа нежная, губки алые, брови изогнутые, аки-лук, ресницы длинные, как стрелы. Самое сердце целится. А глаза так и вовсе такие, что утонуть в них можно. Влюбился в нее Рахман всем сердцем. А тут и Сюзан заметила юношу, который глядит на нее с затуманенным взором, словно испивший вина любви. И чем дольше смотрели они друг на друга, тем сильнее влюблялись, тем неистовее остановилась их страсть друг к другу. Наконец Рахман кое-как взял себя в руки и дрожащим голосом обратился к прекрасной незнакомке. О, восхитительный цветок! «Скажи мне, кто ты, откуда?» «Юноша, по лицу твоему вижу, что мучает тебя что-то. Скажи мне причину твоей печали, и тогда я отвечу, кто я есть», отвечала ему Сюзан. Признался Рахман, о чем печалится, рассказал, что она покорила его сердце и лишила его покоя. И Сюзан рассказала ему, кто она, откуда и как сюда попала. Дали они друг другу обещание, расстались, и каждый своей дорогой вернулись во дворец. Рахман рассказал отцу о своей любви. Шах отправил к девушке придворного, чтобы тот спросил, согласна ли она выйти замуж на царевича. Конечно же, она согласилась. И вот началась подготовка к двойной свадьбе. Весь город украсили цветами, и весь народ пришел на праздник. Ели, пили, веселились. Так Хануглан женился на царевне Пештеханум, а Сюзан вышла замуж за царевича Рахмана. И жили они все долго и счастливо, утопая в любви и богатстве. Огромный вам привет из города Ветров, из города Огней и из города, где любят книги. А сейчас мы находимся в священном месте, которое называется Бакубук-центр. Почему священное? А потому что, где есть книги, это место должно считаться священным. Спасибо. Спасибо.